Девушки отдыхают Я за тебя очень рада Не представляешь, какое облегчение, что я могу хоть кому-то об этом рассказать Ты же знаешь, что всегда и во всем можешь рассчитывать на меня Я тебе очень благодарен, Соль И куда же ты ее повезешь? У меня весь вечер расписан Начнем с романтического ужина в Бальдии Да ты что? Сначала отвезу ее туда, а потом приглашу на танцы Глорита наверняка была вне себя отчасти, когда ты пригласил ее на свидание Дело в том, что она еще не знает, что это свидание Хочу сделать ей сюрприз Это будет незабываемый вечер Очень надеюсь, так что скрести пальцы, чтобы все было хорошо Конечно, скрещу Привет, Глория, ты очень занята Да, Борис, ты не поверишь, после всех этих событий я ничего не успеваю У меня скопилось масса дел Да, я все понимаю и не собираюсь занимать твое время У меня родилась гениальная идея Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я подумал, что мы могли бы сегодня приготовить ужин у меня дома Поболтать, развлечься, хорошо провести вечер после такого напряженного трудового дня Что ты мне скажешь на это мое предложение? А? Мне интересно Я бы с радостью Честное слово, но боюсь, что очень поздно закончу Мне столько всего надо успеть сделать, а я ведь только начала Жаль, но нет проблем, я могу подождать, сколько скажешь Да, но после работы я должна встретиться с Доном Эстебеном Да И зачем? Дело в том Наднись ко мне Дело в том, что я занимаюсь разводом Дона Эстебена Но он не хочет, чтобы Сильвио об этом узнал Поужинаем как-нибудь в другой раз Хорошо? Хорошо, я прекрасно тебя понимаю Значит, в другой раз Спасибо, Борис Конечно, я все понимал В своей жизни я только и делал, что влезал в чужие шкуры В результате добился полной объективности в своих оценках И стал самым понимающим и сдержанным человеком на свете Нет, этот мерзавец Специально Все сделал специально Взял ее на работу, чтобы присвоить себе Как же так, Тито? Ты же обещал остаться сегодня дома Знаю, знаю, милая Но долг превыше всего Долг? Значит, о долге перед своей семьей можно забыть Пойми, Глэдис Папуля нас покидает не потому, что хочет А потому, что обязан Родная моя Спасибо за твое понимание Вот видишь Если бы ты была такой же сознательной, как наша дочь То понимала бы, в какой стресс вгоняют меня эти совещания повышенной опасности А вот я тебя так понимаю, папочка Я тоже вас понимаю, мой генерал И поэтому подготовил машину, чтобы вы могли спокойно отправиться на совещание Вы поедете со мной в Альбуэно Да ты еще хочешь оставить нас одних дома? Как же так, Тито? В Альбуэно мне понадобится, Глэдис Это совещание повышенной опасности И я не собираюсь за здоровье Живешь, рисковать своей жизнью Мой генерал, мой Тито, пожалуйста, одумайся С тобой может поехать любой мальчишка из батальона В Альбуэно должен охранять нас И если он уедет, мы не сможем спокойно заснуть, правда? Еще раз повторяю, Глэдис Это сверхсекретное совещание И знают об этом, не считая генералов Конечно, только вы вдвоем и этот молодой человек Которого я собираю с собой Ну, как же... Разговор окончен До свидания, доченька Пока, папуля За мной, Вальбуэно Борис, мы должны действовать Все наши планы рухнули У Глории и Эстебена сегодня романтическое свидание Извини, что? Они встречаются этим вечером Но Глория мне сказала, что они будут обсуждать его развод Эстебен мне сам признался, что это романтическое свидание Это-то Стебен Марин, презренный лицемер Что он задумал? Встретиться с Глорией для делового разговора И использовать ее в личных целях О чем я тебе и говорю Надо помешать ему использовать ее Не дать им встретиться Тебе ничего в голову не приходит? Да Есть одна идея Глорита сказала, что к завтрашнему дню Должна подготовить очень важный отчет Если мы помешаем ей работать над этим проектом Ей придется остаться здесь на ночь И она не сможет уйти? Вот именно Счастливо, Глория И вам тоже Спасибо Глория Дон Эстебен, вы меня испугали Я тоже чуть инфаркт не получил В чем дело? Вы забыли, что я здесь? Немного Когда я концентрируюсь на работе, то забываю обо всем Сейчас закончу и буду готова Одну минутку Что это вы так нарядились? Да нет, я всегда так одеваюсь после шести вечера Когда закончите, сообщите мне, я буду в своем кабинете Хорошо, сеньор На войне и в любви все средства хороши, сеньор Малин Сейчас вы увидите, на что я способен Увидите Готово Мы подключились к компьютеру Глоритты Осталось только проделать фокус Алло Как обстоят дела? В данный момент я готов очистить компьютер Глории Стереть все, что она сделала за день Подождите и увидите Готово Я закончила Теперь Сохраним Бедняжка Бедняжка Что такое? Миссия выполнена, сообщница Встретимся внизу Что с ним случилось? Боже мой, не может быть Что же это такое? Сеньор Сеньор Вы на часы не смотрели? Почему вы до сих пор не принесли мне дискету Или не послали по почте свой отчет? Чем вы занимались? Ногти красили? Или что? Сеньор Я как раз собиралась вам его послать Но не знаю, что вдруг случилось Компьютер погас Что? Глорита, Глорита Посмотрите на меня Вы считаете, что я похож на дурачка? Да? Нет Так что же тогда Послушайте, дорогуша Если вы не сумели вовремя подготовить отчет Так прямо и скажите И не надо прибегать к смехотворным отговоркам Для этого мы с вами еще недостаточно близки Сеньор, это не отговорка Понять не могу, что произошло с компьютером Он погас, завис, даже не знав Но клянусь Вам всеми святыми Я закончила отчет Боженька, пожалуйста Сделай так, чтобы мой отчет сохранился Прошу тебя, Боженька Ну что же это такое? Я вижу положение на самом деле Серьезное Завтра, как только появятся программисты Я попрошу их восстановить все данные То есть Я вынужден ждать до завтра Чтобы получить отчет Который вы должны были мне предъявить Еще семь минут назад Нет, боюсь, Глорита Сеньорита Вальбуэна Так дело не пойдет Откровенно говоря, если вы и дальше собираетесь Проявлять подобную некомпетентность Ваша многообещающая карьера В качестве любимой сотрудницы Дона Сильвио Марина Очень быстро закончится Сеньор Так что, Глорита, вам придется остаться И написать заново весь отчет На другом компьютере Чтобы успеть к поставленному сроку Если вы Откажетесь Ну что ж, наведите завтра красоту Приходите пораньше Лично объясняйтесь сеньором Сильвио Марином Но сразу предупреждаю Он терпеть не может сотрудников Создающих ему проблемы Точно так же, как и я Мне сейчас, правда, пришла в голову одна идея И заодно Убедитесь Какой у вас благородный шеф Если хотите, могу одолжить вам свой компьютер Больше того, Глорита Если хочешь Можем вместе посидеть Нет, сеньор, большое спасибо Вы очень любезны Но я останусь здесь Не беспокойтесь Войдите Дон Эстебан Глория, одну минутку Я сейчас Как хорошо, что вы уже закончили А то мы с вами опаздываем Подождите Я только портмоне возьму Глория Как у меня завязан галстук Все в порядке, сеньор Глория, у вас что-то случилось? Да, много чего Вы представляете Я уже собиралась сохранить отчет Чтобы срочно отослать его Дону Лоренцо Как у меня компьютер погас Та же самая неполадка, что случилось утром? Не знаю, похоже, проблема только с моим компьютером Так что мне придется просидеть здесь всю ночь И восстановить все, что я сделала за день Так что мне очень жаль, Дон Эстебан Но я должна остаться здесь Самым разумным было бы развернуться и уйти Чтобы избежать в дальнейшем проблем Но нет Глория меня словно околдовала Я был целиком в ее власти Естественно, я проникся к ней состраданием И пошел искать человека Который мог бы разрешить эту проблему Борис, мне нужно, чтобы ты восстановил данные компьютера Глории На своем компьютере Я собираюсь уходить Речь идет о помощи женщине В которую, как я понимаю, вы страстно влюблены Если вы не сможете восстановить данные, бедняжке Придется всю ночь составлять отчет, который у нее был уже готов Мой план заключался в том, чтобы вывести из игры круглый ноль А этот круглый ноль решил манипулировать мной Прибегну к жалкой болтовне о моем долге перед любимой женщиной Короче, моя затея обернулась мне боком Борис, мне так перед тобой неудобно Уже поздно, а ты вынужден чинить мой компьютер Не беспокойся, Глорита Ради тебя я готов Честно говоря, не понимаю, на какую клавишу я нажала Так всегда, когда я очень стараюсь, то совершаю глупости Боюсь, что все файлы стерла Нет таких технических проблем, с которыми бы я не справился, Глорита И потом, ты не из тех, кто совершает глупости Если ты будешь меньше говорить, дело у тебя быстрее пойдет Да, конечно, на свете есть кретины, которые думают, что устранить неполадку раз-два и готово А механизмы болезненно реагируют Похоже, болезненно здесь кто-то другой Если это слишком сложно, Борис, не беспокойтесь, я заново отчет напишу Нет, нет, Глорита, похоже, я нашел причину нашей проблемы Сейчас я проверю плату Я думаю, что все дело в ней И что с ней? Одну минуточку не может быть Не может быть Что? Ну, надо же, Глорита Повреждена материнская плата Починить ее я смогу лишь завтра И что? Ничего, Глория, придется подождать Я только завтра смогу починить твой компьютер Ну что ж, ничего не поделаешь, Дон Эстебен Я вынуждена остаться И заново составить отчет Не расстраивайтесь, Глорита, я останусь здесь на ночь и помогу тебе И чем же ты поможешь? Будешь переводить данные в бинарную систему? Нет, нет, Борис, не стоит беспокоиться Большое спасибо за помощь, но я предпочитаю остаться одна, чтобы полностью сосредоточиться Ну что ж, Глорита, тогда я покидаю тебя Отдыхай Спасибо Стоп, Вальбуэна Извините, мой генерал, остановитесь здесь Ну, вы же говорили, мой генерал, что это будет сверхсекретное совещание Здесь довольно подозрительное, заброшенное и опасное местечко Да нет Мне надо кое-что вам сказать, Вальбуэна А это... Вы о чем, мой генерал? У меня мурашки побежали по телу Я подумал, что ветеран узнал про меня и сеньору Глэдис Или про меня, или сеньорит Викторию В ту же секунду я представил себя в ящике Рядом безутешно рыдающих мамочку, папочку и сестренку То, что я собираюсь сказать, это секрет, Вальбуэна Но сначала вы должны мне пообещать Что бы ни случилось, унести этот секрет с собой в могилу Все так таинственно, что я уже испугался, мой генерал Так, вы мне обещаете или нет, Вальбуэна? Да, да, обещаю Нет, боженька, я клянусь Хорошо Первое, что вы должны знать Мы едем в отель В этом отеле вы никогда не были И никогда о нем не вспомните Как, мой генерал? А мы разве не поедем в батальон? Я вам сказал, что мы едем в отель Вальбуэна В отель Саванна Саванна Ясно И что мы там будем делать, мой генерал? Это вторая часть секрета Так что, отставить вопросы, Вальбуэна Об этом вы узнаете потом Поехали Все спокойно Мой муженек, должно быть, играет сейчас в карты Сеньор Сейчас направо И как все прошло? Как и все, что я делаю, идеально Слава Богу, от скромности ты не умрешь Скромность Это фальшивое смирение Во мне нет ни на грамм фальши Брось, Борис Со мной можешь не притворяться Мы с тобой оба артисты Значит, Эстебен свободен? Правильно Ну что ж, зайду в парикмахерскую Наведу для него красоту У вас свидание? Нет, но он будет тосковать по Глории А я слезы ему буду вытирать А вы, надо понимать, истеричка Ты уже решил, чем покорить даму сердца? Естественно Маленькое доказательство моей мощи со мной Я вернусь сюда чуть позже Навестить Глорию И предстать перед ней настоящим принцем План А в действии В действии Лоренцо, позвольте ей уйти У Глории небольшие проблемы с компьютером Совершенно от нее не зависящие Не думаю, что вы заставите ее восстанавливать отчет в столь позднее время Я сам удивлен, сеньор Никто не заставляет ее оставаться Только этого не хватало Я прежде всего руководитель, наставник Девушка, она исполнительная и сама так решила Но вы, босс, если считаете, что она не обязана заставлять отчет с моей стороны Нет никаких проблем Вы слышите, сеньорита Вальбуэна Может ехать домой Сеньор, только я хочу попросить вас о небольшом одолжении Завтра, с утра пораньше Поговорите со своим братом И объясните ему, почему отчет, который он срочно просил подготовить Не лежал ровно в семь часов утра на его столе Как он распорядился Это что, очень важно? Понятия не имею Ему он нужен для внеочередного совещания Совета Директоров Назначенное на этот час Но я не думаю, что это чрезвычайно важно Если вы отмените его распоряжение, я не стану возражать Пусть сеньорита Вальбуэна уходит, не выполнив свою работу Ну что ж Нет, сеньор, не беспокойтесь Я останусь, чтобы заново составить отчет Он понадобится на совещание, а завтра мы спокойно согласуем другой вопрос Ну что ж, ничего не поделаешь Работа есть работа Держитесь, Глория Доброй вам ночи Спасибо А что делать? Другой вопрос согласуйте завтра Сеньор, я с вами Ударной вам ночи, Глорисита Глория Глория Мой генерал, ваша супруга только что вошла Можно было этого не говорить, я сам все видел Прошу прощения, мой генерал, я хотел спросить, когда мы войдем туда, что будем делать? Нет, еще не время, надо подождать Пока приедет ее любовник И застать этого мерзавца врасплох Мой генерал, а если он уже в отеле? Превозмогая душевную боль, я дам ей время предаться любовным утехам, чтобы застать их на этом преступлении Я все понял, мой генерал, все мне понятно И приготовьтесь, Баконегра, потому что может пролиться кровь Разыграется трагедия Застав жену с любовником, я убью его Клянусь, что убью Эстолита, поверь, мне обиднее гораздо больше, чем тебе Но ничего не поделаешь, мой план рухнул в самый последний момент Да, отмени заказ и прости, что зря потревожил тебя Спасибо Именно сегодня должен был сломаться компьютер Глории Голова доставляет мне одни проблемы Слишком много в ней рождается идей Вместо того, чтобы спокойно поехать домой, я рвался любыми путями заполучить Глорию Хотя она ясно дала мне понять, что между нами ничего быть не может Но, как говорится, пока ты борешься, ты не побежден И тем вечером я был готов на все Вот только одного я даже предположить не мог Что точно так же думал и мой соперник И грянула гроза Так низкокалорийный салат, чтобы моя Глорита не растолстела Толстые женщины порочных мыслей во мне не пробуждают Энергетический напиток, чтобы, если все пойдет как надо, мы продержались всю ночь Изысканное вино Спасибо, Соль Она рассказала, что алкоголь превращает Глориту в необузданную тигрицу Бокалы За эту волшебную ночь И, наконец, чтобы не говорили, что Борис Гаррида легкомыслен Когда дело доходит до дела Глорита, Глорита, готовься Сегодня сделаем тебе прививку А куда я могла положить папку с законом о телекоммуникациях? Вот она Хорошо Только этого не хватало Мало того, что я в спешном порядке должна была заново составить отчет Который как по волшебству был стерт Так еще у меня скрутила шея Боже мой, я не знала, на что жаловаться А ведь это было только началом самой длинной в моей жизни ночи Очень хорошо Мало мне неприятностей Разве, сеньор, не знает, что здесь стоянка запрещена? Конечно, сеньор офицер, но я выполняю приказ Чей приказ? Мне жаль, генерал, но здесь стоянка запрещена Мы проводим тайную операцию, офицер Мой генерал, при всем уважении я апеллирую к вашей сознательности Моя задача следить за исполнением правил дорожного движения У нас здесь секретная операция Но меня не предупреждали ни о какой секретной операции Как вы думаете, почему? Потому что она секретная Поймите, мой генерал, простите за настойчивость Но вместо того, чтобы создавать проблемы, вы должны показывать пример, чтобы граждане понимали Закон одинаков для всех Поехали, Баканегра, сделаем круг У него хватит ума меня арестовать А теперь, Вальбуэно, отгоните машину на стоянку Затем вернётесь сюда и врастёте в землю Зачем я должен врасти в землю? Вы должны смотреть за одним военным, который вместе со мной ходит на совещание Мой генерал А за кем в частности? Вы помните генерала Монтильо? Ещё бы Тот самый генерал в отставке, с которым мы нализались виски Он самый Мы за ним следим Вы хотите сказать, что он пошёл по кривой дорожке? Похоже на то, Вальбуэно Он замешан в грязных махинациях Вот мы решили за ним проследить И тут же дайте мне знать Есть мой генерал, не беспокойтесь Это и есть архиважный секрет, который вы должны были мне сообщить Да, он самый солдат Вы тоже примкнёте к нашему расследованию Если вдруг увидите его, тут же звоните мне на мобильный И я буду в 14 номере Есть мой генерал, я буду предельно внимателен Мой генерал, пользуясь случаем, хочу доложить, что вы можете полностью мне доверять Знаете, я буду с вами до самой смерти Родина вас не забудет, солдат Вольно Это 15 параграф 20 статьи Я засыпаю Извините, Глория, я вас напугал Нет, нет, сеньор, всё в порядке А вы что, так поздно здесь делаете? Да, уже очень поздно, а вы наверняка абсолютно ничего не ели? Нет, нет, скажем так, мне было совсем не до этого А вы никогда не слышали о службе доставки на дом? В подобных ситуациях, когда человеку приходится работать до поздней ночи, она неоценима? Откройте Съешьте Хотя бы одну Вы наверняка проголодались, расстроились из-за того, что заново приходится выполнять ту же самую работу Знаете, что я вам скажу? Ничто так не поднимает настроение, как шоколад Мне он всегда помогал Держите Спасибо Божественно Спасибо, сеньор Глория, вы любите японскую кухню? Обожаю Если у меня есть лишние деньги, я всегда заказываю её субботними вечерами, когда сижу дома перед телевизором Одна? Нет, разумеется, нет Нагнитесь С моей кошкой Сегодня вечером ужин и общество будут за мой счёт Только жаль кошку, ей придётся ужинать одной Эстебан всегда был услужлив Хотя не стану отрицать тем вечером своим возвращением Он меня просто сразил Тем вечером голодная, уставшая Я позволила ему себя покорить Но я даже представить не могла, что мы с Эстебаном впервые поцелуемся Точнее, сделаем это сознательно И уж тем более не догадывалась, при каких обстоятельствах этот поцелуй произойдёт Вы посмотрите на часы, я почти не продвинулась Не представляете, в каком разобранном состоянии я нахожусь Это из-за голода? Да, но... Больше ни слова, у меня есть предложение Уверяю вас, лучшие суши в городе придадут вам второе дыхание Но... И не спорьте со мной, я знаю, что вы умираете с голоду Смотрите на меня и представляете пиццу, точно, да? Вы так проголодались, что даже ничего ответить не можете Продолжайте работать, а когда у меня будет всё готово, я за вами приду Приду обязательно Он чудо Сара, у меня плохое предчувствие, голубка моя А всё потому, что тебе не хватает духовного массажа Не волнуйся, Титу У нас с тобой вся ночь впереди Голубка моя А генерал Монтильо? Кто это? Генерал Монтильо очень далеко отсюда и играет в покер с друзьями Ты уверена, моя папушечка? Ты уверена в этом? Абсолютно Ты же знаешь, на Армандо партии в покер действуют возбуждающе Но? Никаких но Моя голубка Добрый вечер Сеньор, как вы меня напугали Что вам угодно, солдат Не называйте мой чин Это опасно Какая разница, если вы в форме? Точно Похоже, я уже засветился У меня секретная миссия Здесь? В отеле Саванна? Да, именно здесь И не спрашивайте больше ни о чём Я не могу вдаваться в подробности Обращайтесь, если я смогу вам чем-то помочь Не думаю, хотя... Да, принесите мне газировки Когда сохраняешь инкогнито Возникает жуткий сушняк и голод Поэтому заодно Прихватите ещё бутерброд Вы запомнили? Я жду Подождите Я вспомнил Принесите ещё жареные курицы И картошечки Спасибо Добрый человек, Родина вас не забудет Ни за что Сами видите, жизнь полна неожиданностей Я был уверен в том, что выполняя важную миссию Мы якобы должны были разоплачить грязные махинации генерала Монтили Но это было враньём Мой генерал Титу использовал меня как пушечное мясо И в свете предыдущих событий Это не преувеличение Я, Винстон Альфонс Вальбуэна Сутер Марчан Оказался в центре перестрелки Остановитесь здесь, возле входа Будем надеяться, что снова не объявится этот полицейский И не заставит нас давать Круголя Круголя даёт Сейчас эта парочка Хматит Воздержитесь от комментариев Прошу прощения, мой генерал Но от одной только мысли, что вам Цельному, честному человеку изменяют Я прихожу в ярость Этому нет названия Мой генерал Прошло достаточно времени, чтобы Сара Смогла встретиться со своим любовником Я их застану на месте Иначе, мой генерал, у вас останутся сомнения Я знаю И как бы ни было мучительно, больно Я должен сам убедиться, что эта женщина изменяет мне Придает меня Оказалась на это способной А что мне сделать для вас, генерал? Выполняйте свою работу, а я свою Царе и её любовнику придётся заплачить И пусть будут пролиты реки крови Но над Арманду Монтилью никто не будет смеяться Тем более женщина, которой я отдал всё Подождите, мой генерал, успокойтесь Как дон Эстебен старается Жаль, что можно только видеть, но не слышать Ерунда Хархиту, я могу этот пробел восполнить Озвучить телесериал Пока прекрасная дама делает вид, что работает Ничего не замечая вокруг Хотя на самом деле это неправда В своём кабинете её кавалер готовит ужин, чтобы убить её Он хочет её отравить? Не будь кретином, Хархит, он убьёт её своей любовью Как ты думаешь, из-за кого Дон Эстебен и Рыбакоп чуть было не сцепились? Из-за прекрасной дамы? Из-за Глории Вальбуэна? Глория? Она настолько хороша, что перед ней никто не устоит Глория посмотрела бы ты, как твой кавалер старается Но ты ни на что не смотришь Он ещё не знает, что они вступили в смертельную игру любви Извините, а вы что здесь делаете? А вы сами как думаете, Нон Борис? Если вы не знаете, что мы с Хархитова в этой компании работаем охранниками Больше того, выходим в смену вдвоём Мы же не роботы, как вы Как вы могли подумать Ну, если вы так ревностно относитесь к твоим обязанностям, то наверняка знаете Глория Вальбуэна ещё в офисе? Да, сеньор, усердно Работает? Ну что ж, тогда Раз она трудится, хочу попросить вас о большом одолжении Меня ждёт серьёзная работа, требующая предельной концентрации Не мешайте мне Ни под каким предлогом мы не можем выполнить вашу просьбу, Дон Борис Потому что каждые полчаса обязаны обходить этажи И отключать вот этим ключом часы Иначе сирена начнёт надрываться Что потом скажет начальство, что мы с товарищем заснули на работе А это исключено Отлично, дайте мне этот ключик Как так? Дайте, никак нельзя Это же вопрос безопасности Понимаю Нет, 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 нет Безопасность превыше всего Вы у меня доиграетесь Держи Большое спасибо Нет, 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 это на двоих Он ваш, Дон Борис Благодарю за щедрость И вам тоже спасибо, Дон Борис Когда этот персонаж появится на сцене, обстановка накаляется, Хархито Посмотрим Прошу Дон Стебен, не стоило беспокоиться Если честно, я хотел устроить пикник на верхней террасе, но ночью там довольно холодно Так что как-нибудь в другой раз, когда вам снова придётся остаться после работы Спасибо Так Что вы хотите сначала попробовать? Что вас привлекает? Всё Нет, нет, я пошутила Только это Я уже заметил, что вы любите поесть, и мне это нравится Вы не представляете, какое мучение ужинать с моделями Не понимаю этих женщин Они питаются исключительно водой, воздухом и морковкой А если ты случайно предложишь им десерт, то одним только взглядом они готовы убить тебя У вас таких проблем со мной не будет, когда мы будем ужинать вместе То есть, нет, я хотела сказать, что мы никогда больше не будем с вами ужинать вдвоём Нет Как жаль А я думал, это войдёт у нас в привычку Но только не здесь, скажем На улице, у палатки с хот-догами Честно говоря, если ужинать в офисе, люди решат, что мы трудоголики Обо мне так можно сказать Да И теперь, когда мы работаем вместе, может, и я от вас этим заражусь И мой брат Сильвио будет просто счастлив, что вы оказываете на меня такое влияние Приятного вам аппетита Спасибо Что такое, вам не нравится? Нет, мне очень нравится, но проблема в том, что я не умею, не умею пользоваться палочками Предпочитаю нож и вилку Глория, извините, я забыл взять их в кафетерий, но сейчас я сбегаю Нет, Дон Эстебен, нет проблем, вы лучше научите меня, я быстро учусь Как это делается? А техника очень простая, как говорится, мастерство приходит с практикой Так придерживаем палочки большим пальцем И орудуем ими, как пинцетом указательным и безымянными пальцами Соединяем, разъединяем Вот таким вот образом И все нам удается Вот так У вас получается, я вижу Вот так Получается, да Спасибо Вы молодец просто Как это трогательно, душесчипательно Дон Эстебен принес ужин и сейчас будет учить ее кушать палочками Какая прелесть Это тормозит его путь к желанной цели Лично я приглашаю сначала на танцы, вливаю три ложки бульона и перехожу сразу к делу Если она артачится, тут же забываю ее имя Вот именно, поэтому Хархиту единственный, кто на тебя клюнул, была моя сестра Ты не умеешь обращаться с ними нежно, деликатно, волшебно Ты не умеешь этого Волшебно Волшебство ему понадобится, когда появится соперник Глорита? Глорита? Глория? Куда могла подеваться Глория? Это был вопрос на миллион Потому что ей след простыл На рабочем месте не было ни папок, ни документов, ничего А я, человек спокойный, на 99,9% Сказал самому себе Надо приступить к тщательным поискам Надо, это необходимо Иначе все пропало И Глория, и мое счастье Куда пропала Глорита Глория? Глорита?